Здравствуйте, уважаемые соотечественники, итоги суда, который вчера прошел в Париже, где полиция требовала меня покинуть Францию в течение 30 дней. Сейчас, уважаемые друзья, ключевой момент, борьба будет дальше идти. Я в одном из эфиров пояснял, что этот режим будет непрерывно придумывать различные против меня обвинения. Пользуюсь межгосударственными договорами, договор о взаимном сотрудничестве между теми или иными государствами, придумывая разные обвинения. Пользуюсь тем, что некие свидетели, они находятся в Казахстане, заложники, эти свидетели подписывают любые обвинения. Только потом, когда западные правосудия начинают вникать глубоко, именно на более высокой инстанции, не где-то внизу, где судьи где-то нижнего уровня, а более высокие инстанции, высший суд, апелляционный суд, там, где высококвалифицированные судьи и не все поддаются давлению, в этот момент я начинаю выигрывать. Вот, вчера был суд, административном суде, трибунал города Парижа, и он рассматривает вопрос именно, как приблизительно и мои, когда Франция высылает, депортирует из страны тысячами. Сюда десятки тысяч, сотни тысяч людей различных приезжает, приезжает без документов, потом полиция, собственно, им предъявляет требования, чтобы они покинули Францию, и вот административный суд, это конвейер, там рассматриваются тысячи различных дел, и одно из них это мое. Поэтому, вот, собственно, там я не могу сказать, что судьи там высокой квалификации. Но, вчера было интересно, что мой адвокат, один из моих адвокатов выступал, сказал, что у меня многолетняя, минимум несколько десятков лет судебная практика, но я впервые вижу, чтобы в административном таком трибунале сидело три судьи, и еще четвертый докладчик, и еще выступало две группы адвокатов. Это, говорит, не было никогда, судьи смеются. На самом деле, обычно, один судья, и все, и один адвокат со стороны, кто защищает своего человека. А вчера была вообще уникальная ситуация, три судьи, представьте, три судьи и четвертый докладчик. Вот, это о чем говорит? Это говорит о том, что административный трибунал, безусловно, понимал степень важности этого дела, и, более того, понимал, мы понимали, что на нее оказано просто прямое политическое давление. Это мы все понимали. И знаете как? Когда докладчик делает выступление, обычно, вот, когда первый докладчик делает по суду заявление, именно по тексту этого заявления, доклада, так называемого, принимается, по сути, окончательное судебное решение. Вчера судебный докладчик выступал, женщина выступала, и, ну, в общем, она там все перечислила, что у меня нет документов, что похищали мою семью, что были мои партнеры, сотрудники, что власть пыталась их экстрадировать из Швейцарии, из Бельгии. Было давление даже в Лихтенштейне, в Испании, в Великобритании. Перечисляли огромные, скажем, факты. И самое удивительное, что докладчик-судья говорит, ну, тем не менее, мы считаем, что господин Аблязов может уехать в эти страны. Ну, мои адвокаты задают вопрос, а как уехать? Документов нет, визы нет, во-первых. Во-вторых, у вас вообще полномочий не было у полиции такого рода приказы сдавать. Они раскопали все законы, открыли их должностные обязанности. Выяснилось, что вот эти люди, полицейские, которые подписывали это решение, как выяснилось, они вообще подписали его до того, как мне предъявили, месяцев пять как. И вот выясняется, что они еще и полномочий не имели. Но, тем не менее, мои адвокаты сказали, вы не обольщайтесь. Раз докладчик сделал такой доклад, значит, вы проиграете, но мы подадим на апелляцию. И все равно на более высокой инстанции мы выиграем. Вот, собственно, мнение адвокатов. Через где-то две недели выйдет решение. И мои адвокаты настроены по-боевому. Но я не знаю, какое будет решение окончательное. Посмотрим. Борьба будет продолжаться. И когда мне задают вопрос, когда прекратятся эти обращения, чтобы снова организовывать сбор, к сожалению, уважаемые друзья, я уже говорил, что до тех пор, пока мы не свалим режим, вот такого рода действия будут происходить. Я хотел бы просто в этой связи перечислить, ну, например, какой суд намечается. Намечается высший административный суд. Мы туда подали жалобу. Дату нам не назвали, но вот скоро мы уже, видимо, в ближайшее время, уже через пару недель, наверное, узнаем, что нам скажут. В этом обращении касационные жалобы, высший административный суд, где я обычно выигрываю свои жалобы. Я требую вернуть мне убежище. Вот один суд. Второй. Казахстан, Токаев, здесь двигай, договариваются с властью. Они двигают против меня уголовные различные дела. Срок, которым уже, знаете, где-то 18 лет, 15 лет. По французским законам срок давности вообще 6 лет. Они даже рассматривать не могут. И вот по этому поводу суд я выиграл. Потом Токаев и Парижская прокуратура подали касацию. Полтора года все это длилось. И 23 мая они отыграли дело и вернули суд первой инстанции. Скоро ожидается суд снова. Снова, где я требую все эти действия про социального характера. Попытка провести какие-то действия по письмам Казахстана. Чтобы эти дела были закрыты. Снова начинается судебное рассмотрение. Это второе. Потом, вы помните абсурдное решение. Это при том, что меня пытаются выдавить из Франции непонятно куда. Вообще нет ни документов, ни паспорта, ни визы никуда. То есть я даже в соседний государство не могу приехать никуда. При этом с меня суд требует, чтобы я положил 500 тысяч евро залог. Я, понятно, сейчас подал обращение, чтобы это было отменено. И тоже по этому поводу будет суд. Но при этом, знаете, в любой момент суд может меня арестовать. В любой момент. Хотя оснований у них никакой нет. Никаких нет. Но вот политическое воздействие, влияние, что называется, на поверхность лежит. Потом еще есть суды. Идут это расследование. Идет следственный судья. Попыток моего похищения убийства. Тут вообще идентифицировано более 30 человек. Из них 9 человек англичане. В основном все эти руководители специальных компаний, которые занимаются слежкой. Ну такие вот, знаете, детективные организации. Из 9 человек, 8 ездили за мной на самокатах, следили и тому подобное. Они все идентифицированы. И французское следствие идет. Они должны наладить взаимодействие с Великобританией, чтобы снять показания с этих людей и выяснить, а кто же делал заказ. Видите, я не просто это делаю, а для того, чтобы если на конце вылезет Казахстан, он вылезет. Потому что уже одна группа призналась, что по сути они выполняли заказ Казахстана. Здесь несколько десятков человек, они идентифицированы, попали на камеры, были сфотографированы. 9 машин. Большая группа ездила за мной на мотоциклах. Как они говорят, мы выполняли поручения из Казахстана. Мы не были готовы... То есть это группа слежения. Они подготавливают, где я нахожусь, а потом в дело вступает следующая группа. Вот и здесь еще случайно раскрылась следующая группа. Один из человек был арестован. Оказывается, они получили заказ на мое убийство, но не реализовали. Их арестовали по другому делу. Это группа военных, которые осуществляли заказы на убийство. Вот их по другим делам взяли. И один из них признался, что они получили заказ на мое убийство. Тоже мы туда включаемся. Тоже должна работать группа адвокатов. И еще я хочу сказать, что в Италии тоже идут суды по похищению моей семьи. Там их полицейских судью осудили. Они подали апелляцию. Апелляцию они скорректировали. Улучшили для себя условия. Кто-то ушел из ответственности. Сама прокуратура Италии подала протест. И будет дальше рассматриваться это дело. Это я вам только часть перечисляю. Таких дел у меня, к сожалению, много, уважаемые друзья. И они не будут останавливаться, когда у меня кто-то спрашивает, а когда они закончатся, они закончатся тогда, когда мы режим свалим. Вот коротко вот такая ситуация. К сожалению, я буду снова, сейчас я уточню, какие еще расходы предстоят. Они идут по частям. Там, понятно, есть глобальные расходы. Но я не могу сразу большую сумму объявлять. И я вижу, что лучше двигаться небольшими шажками. И вот я хочу сказать, что мы три раза это делали. И три раза все сделали успешно. Последние сборы мы закрыли, что называется, я говорил, 17 октября. Закрыли ночью уже, ну у вас там уже было 17. В общем, 17 мы закрыли, что называется, в день-день. Я хотел поблагодарить, уважаемые друзья, сторонников, которые мне помогают и понимают, что мы организовываем сопротивление. 25 октября мы призываем на митинг. Создаем ячейки. Это такой непростой процесс, потому что люди должны преодолеть страх. А для этого мы с ними должны работать, объяснять и убеждать людей. В этом направлении большая группа людей работает, в основном волонтеров, и которые тоже, на самом деле, нуждаются в финансовом ресурсе. Вы же понимаете, делать плакаты, каждый день сидеть часами, вырабатывать, писать видеоролики, делать обращения. Это серьезный труд. И у нас этой работой занимается пока без оплаты около 30 человек. Вот. Ну вы видите, какая паника существует в Казахстане, как Токаев напуган, выходят генералы от МВД. И в ТикТоке там миллионные просмотры, власть показывает, что она напугана, угрожает и тому подобное. Это результат работы, наши имена. И я думаю, что вы правильно понимаете, что мы сейчас центр сопротивления. К сожалению, только мы. Продолжение следует...